Деколонизация На мой взгляд, историческим вкладом нашей страны в то, чтобы мир становился не хуже, а лучше. И когда мы приезжали в различные страны Африки, и в этот раз мы посетили 4 страны, имеют у российской делегации во главе Сергея Викторовича Лаврова, каждый раз мы слышали слова благодарности. Вне зависимости от того, какой курс сейчас реализуют их страны, правительства, мы слышали слова благодарности за то, что Советский Союз, а потом и Россия сделала для этих стран. У нас очень большие возможности на будущее, потому что, опять же, самое главное, это равноправные отношения. Это не отношения колонизатора и колонии, или, не знаю, страны, которая считает себя исключительной и представляет прекрасный сад, и других стран, которые представляют джунгли, как об этом говорят в Евросоюзе, в частности, Баррель. Это равноправные отношения, взаимовыгодные отношения. Вот мы были в Гвинеи, посмотрите, какое количество заводов, предприятий создано и при Советском Союзе, и уже сейчас. Мы были и в других странах. Это не только, кстати говоря, экономические, финансовые, промышленные проекты, это в том числе и гуманитарные, образовательные, культурные проекты, которые Россия готова предоставить в качестве опции странам Африки. Вы знаете, конечно, есть. Этим занимается и Россотрудничество, этим занимается и Министерство иностранных дел, и наши частные компании, которые предоставляют возможность для обучения русскому языку. Все вместе. Действительно, очень важный фактор. Спасибо. 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 Спасибо.